МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Александровской больнице Киева на лечении первые пациенты, у которых подтвердили дельта-штамм коронавируса. 66-летняя женщина и ее 16-летний ребенок недавно вернулись из Москвы. Недомогание почувствовали уже в Украине. Тест показал индийский вариант вируса. Состояние матери и ребенка стабильное, и они уже идут на поправку, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов перед началом заседания СНБО. Его экстренно созвали, чтобы решить, как защитить Украину от распространения опасного штамма. Министры, представители профильных комитетов Верховной Рады, медики и вирусологи за закрытыми дверями совещались два часа. О результатах в аппарате СНБО обещают сообщить позже. К новой волне эпидемии уже готовится в Кабмине. Премьер-министр заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации. В первую очередь открыть центры массовой иммунизации в каждом районном центре. Есть области, где таких центров уже больше 10, а есть 6 областей, где такие центры вакцинации до сих пор не появились. Прискорение темпы вакцинации особенно важно на фоне поширения нового штамма коронавируса «Дельта». Всесвестная Организация охраны здоровья визначает, что этот штамм стает доминующим в мире и он более небезопасен за предыдущие мутации коронавируса. Вакцины, которыми сейчас прививают украинцев, могут защитить от дельта-штамма, а в случае заражения помогут избежать тяжелых последствий, объясняет эксперт Минздрава Наталья Виноград. Индийский штамм опасен для тех, кто не успел вакцинироваться или не переболел коронавирусом. Но это будут те, кто не вакцинирован, раз, это будут те, кто не переболел до того, два. И то есть наличие антител, оно каким-то образом все же будет смягчать удар этой болезни. И посему главный сегодня принцип вспомнить, что есть маска, вспомнить, что надо держать дистанцию. И очень крайне важно стараться не быть в окружении неизвестных людей. В Министерстве иностранных дел призывают украинцев не ездить в страны, где дельта-вирус наиболее распространен. В списке пока четыре государства. Россия, Великобритания, Португалия и Индия. Наибольшее опасение вызывает Россия. В Национальной академии наук Украины ранее и прогнозировали распространение нового штамма именно с восточных границ. За последние сутки в России более 17 тысяч новых случаев инфицирования и рекордное с февраля количество смертей – 548. Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции представителей компетентных органов страны пребывания. Безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания. Для пребывающих из четырех указанных стран с 25 июня Украина вводит карантинные ограничения. В первую очередь обязательный ПЦР-тест. Он быстрее передается, быстрее приводит к госпитализации людей и это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются лекарни. В частности, мы видим это в Российской Федерации. Украина имеет сегодня возможность проводить секвенование вируса. В случае ухудшения ситуации в Совете национальной безопасности и обороны не исключает и временного закрытия границ. Мария Бурман, Новости Украины. Говорили об атаке авиабомбами, а оказалась атака фейками. Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о том, что российские военные стреляли по их эсминцу «Дефендер» в Черном море. Сообщения об инциденте сегодня распространили российские СМИ. Как эти данные появились в мировом информационном пространстве и зачем Кремлю нужны такие вбросы накануне международных военных учений Сибриз, разбиралась Юлия Кричкова. Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца. Новость с таким заголовком опубликовала сегодня российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Информацию сразу подхватили сотни СМИ – российских, украинских и международных. Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае пересечения границы. Но на предупреждение не отреагировал, указали в министерстве. Из-за инцидента был вызван Минобороны РФ в военной аташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании. Только вот уже через час оказалось, что эти заявления – очередной кремлевский фейк. Министерство обороны Великобритании в своем твиттере сообщило, никаких предупредительных выстрелов не было и в помине. «Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы полагаем, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. В «Дефендер» не стреляли, и мы не признаем утверждение о том, что на его пути сбрасывались бомбы». Подтверждает эти слова и корреспондент BBC Джонатан Билл, который присутствовал на борту британского эсминца. Эксперты говорят, Россия запустила этот фейк для внутренней аудитории, чтобы продемонстрировать россиянам мнимую мощь их армии. «Для того, чтобы культивировать вот эту вот видимость того, что любую угрозу Запада мы можем остановить своим стражевым кораблем и старым Су-24М. Хотя на самом деле это довольно абсурдный довод, хотя бы по одной простой причине. Эсминцы тип 45 и непосредственно эсминец «Дефендер» относятся к наиболее современным кораблям своего класса в составе ВМС Великобритании, «Они построены и спроектированы непосредственно в первую очередь для того, чтобы оказывать противовоздушную поддержку». Россия активизировала провокации в Черном море из-за того, что близится начало маневров в рамках международных учений Сибрис, говорят эксперты. Кремль выступает против их проведения. «Они же препятствуют действиям наших судов, то есть они создают все эти условия, говорят, но это наш вопрос внутренний, и поэтому мы себя ведем, как хотим, а вы, значит, ведите так, как мы это указываем. Конечно, ни Украина, ни наши союзники, ни сообщество мировое, демократическое с этим никогда не согласятся и будут принимать соответствующие меры для защиты своих интересов». Украинско-американские военные учения Сибрис-2021 будут проходить в Черноморском регионе с 28 июня по 10 июля. Они будут самыми масштабными за последние 24 года. В учениях будут участвовать 3000 военных из 31 государства. Задействуют 30 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, 50 единиц вооружения и техники. Эксперты говорят, в это время можно ожидать от России любых провокаций, как информационных, так и вооруженных. Юлия Крючкова, Новости Украины. Украина и Грузия планируют усилить сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Грузии Саламезу Рабишвили. Она находится в Украине с официальным визитом. Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и в НАТО. В чем еще пересекаются интересы Киева и Тбилиси, знает Юлия Грановская. Усиленное сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе – одна из приоритетных задач для двух государств, заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с грузинской коллегой Саламезу Рабишвили. Чорное море має бути безопасной акваторией, свободной для торговли и свободной для судноплавства. Мы желаем поселить взаимодействие между нашими странами, государственными партнерами в Черном море. Активно работаем над реализацией этой инициативы с Грузией и другими соседями. И я очень надеюсь, что незабаром мы увидим какой-то конкретный прогресс. В свою очередь Саламезу Рабишвили отметила, что Украину и Грузию объединяет также стремление стать частью Европейского Союза и НАТО. У нас есть параллельные задачи и общие цели. Это деоккупация наших территорий, Евросоюз, путь к НАТО и рост регионального сотрудничества. Деоккупация – это боль наших стран, это вред и это вызов. Нельзя, чтобы были продолжены провокации со стороны России. Грузия поддерживает и дипломатическую инициативу Украины, Крымскую платформу и обязательно будет представлена на саммите в Киеве в августе этого года, пообещала президент Грузии. Встретилась Саламезу Рабишвили и с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Говорили о сотрудничестве в вопросах кибербезопасности, туризма и торговли. На повестке дня и взаимное признание документов о вакцинации, которая максимально упростит пересечение границы гражданами обеих стран. О важности партнерства Украины и Грузии говорят и эксперты, ведь вместе противостоять общему недругу в разы эффективнее. Первое, это все, что касается дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Второе, это экономические контакты. Ну и третье, это противодействие Российской Федерации. Это очень важно для государства подчеркнуть, что это не уникальные ситуации, да, а что в принципе Российская Федерация это рассматривает как часть своей внешней политики, что действуют одинаковыми методами. Кроме синхронизации внешней политики, странам нужна общая точка зрения и на оборонную стратегию, отмечают эксперты-международники. И в перспективе не исключают возможности военно-политического союза Киева и Тбилиси при поддержке одной из стран НАТО. Юлия Грановская, Ярослав Матиаш, Новости Украины. Северный поток-2. Геополитические проекты несет угрозу безопасности и ЕС, и Украины, заявил Энтони Блинкен в Берлине. Оттуда госсекретарь США начал свое европейское турне, встретился с немецким коллегой Хайком Асом и канцлером Ангелой Меркель. По словам Блинкена, Вашингтон против того, чтобы у Москвы появился еще один рычаг давления на Европу и Украину. Подробнее расскажут мои коллеги. Германия и США ведут переговоры относительно газопровода «Северный поток-2», чтобы сделать невозможным использование России газа как рычага давления. Об этом заявили глава МИД Германии Хайком Ас и госсекретарь США Антони Блинкен после переговоров в Берлине. Мы стремимся разобраться в том, сможем ли мы достичь хоть каких-либо позитивных результатов ситуации, что нам достались от предшественников, и удостовериться, что в конце концов энергетической безопасности Европы ничего не угрожает, что она усилилась и что позиции Украины тоже не ослабли, а укрепились. Наша цель – убедиться, что Россия не сможет использовать энергоносители в качестве инструмента принуждения или оружия против Украины или кого-либо еще в Европе. В свою очередь, министр иностранных дел Германии заверил, в случае запуска «Северного потока-2» Украина как транзитер не понесет потерь. Мы понимаем тот факт, что Путину нельзя позволять использовать газопровод как средство политического давления на Украину. И мы тоже хотим внести свой вклад. Мы уже начали проработку вариантов обеспечения альтернативных договоров по транзиту газа для Украины, даже если «Северный поток-2» начнет работу. Позже, после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, госсекретарь США подчеркнул, Берлин остается ближайшим партнером Вашингтона в противодействии угрозам со стороны России и Китая. Я думаю, нам удалось как прийти к общему пониманию геополитических вызовов в мире, так и выработать общий подход в противодействии им. Это касается России, это касается Китая и это касается тех союзов, которые мы можем заключать, преследуя наши общие интересы. Европейское турне госсекретаря США продлится до 29 июня. За это время он планирует посетить также Париж, визит туда состоится в пятницу. Энтони Блинкен проведет встречи с президентом Франции Мануэлем Макроном и главой французской дипломатии Жанивом Ледрианом. После этого отправится в Ватикан и в итальянские города Рим, Бори и Матеру. Там он примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки». Вадим Крамар, Новости Украины. После длительного ремонта украинская МРИЯ снова отправилась в рейс. Крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 был на техобслуживании почти год. Добавлю, что МРИЯ – рекордсмен. На ее счету 240 мировых рекордов. Например, абсолютный рекорд по грузоподъемности и перевозке максимального коммерческого груза. Это уникальный случай в авиации. Новое меню введут в украинских школах уже с 1 сентября. Оно будет состоять из 160 блюд, и это только часть реформы школьного питания. Так на форуме «Украина-30» заявила первая леди страны Елена Зеленская. Что поменяется еще в школьных столовых, расскажет наш Артем Голуб. До сентября школы должны либо презентовать свое собственное меню, либо принять уже разработанное диетологами и представителями Министерства здравоохранения. Мы продолжим термин с 1 вересня, ну, введение с 1 вересня до 1 сентября. Те, кто подготовился, вводят. Те, кто не подготовился, мы дам еще шанс на 4 месяца. Нынешнее школьное меню расписано на 2 недели. Новое – на 4. В нем 160 блюд. Теперь в рационе больше овощей, фруктов и мяса. Меню станет более полезным для детей, уверяют разработчики. В рамках реформы школьного питания обновят не только меню, но и кухни. Повара получат современную технику и еду станут готовить быстрее. Деньги на оборудование даст государство. Директорам школы необходимо лишь подать соответствующую заявку в Минобразование. Минулого года была впервые выделена субвенция, освещенная субвенция в размере 400 миллионов гривен на покращение материально-технического оснащения. Из 15 тысяч украинских школ субвенцией использовалось 1809. Так, всего за мало. Но уже этого года выделена новая субвенция, спроможная школа. Она больше, она не только на еду, но этой субвенцией также можно использовать для обновления еду и еды. В рамках реформы школьного питания в украинских школах могут появиться новые технологии. Вот рядом со мной Богдан, он представитель Национальной ассоциации общественного питания Украины. Богдан, вот расскажите, какие новые технологии могут появиться? Возможно, какие-то примеры у вас есть? Ну да, на самом деле в школах скоро и уже появляются, на протяжении прошлого года появились так называемые умные аппараты, которые могут самостоятельно, без контроля над приготовлением готовить абсолютно различные блюда. Мы просто выбираем, что мы хотим приготовить. Ну, например, нам нужны рыбные котлеты. Мы говорим, рыба, выбираем, так как рыбные котлеты – это блюдо в панировке, рыба в панировке готова. И неважно, какое количество мы продукта готовим, он это приготовит. В новом меню будут прописаны пошаговые рецепты и технические карты, что значительно облегчит работу школьных поваров. Реформа питания будет внедряться и в школах вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Тут нужно такой же подход, как и для всей Украины, потому что у нас единая страна, но гуманитарных проблем в этом регионе больше. Можливо, в рамках выражения целой низки гуманитарных проблем также включить и реформу школьного харчевания. Кроме того, для популяризации среди детей здорового питания в украинских школах уже с начала года запретили продажу чипсов, сухариков, попкорна, газированных напитков и различных сладостей. Артем Гоуп, Сергей Савчук, Новости Украины. Доступным спорт для всех украинцев станет после внедрения общенациональной программы «Здоровая Украина». О ее ключевых моментах рассказал глава государства Владимир Зеленский, президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху в телефонном разговоре. Сегодня ровно за месяц до старта игр в Токио мир отмечает Олимпийский день. В Днепре на стадионе собралось несколько сотен спортсменов разных поколений. Говорят, пришли показать на своем примере, насколько полезен активный образ жизни. Наталья Гусак продолжит тему. Дина Мефтохуддинова в составе четверки сборной Украины по академической гребле на Олимпийских играх в Атланте завоевала серебряную медаль. Спортивную карьеру завершила, сейчас работая тренером. Но физическую форму поддерживает каждый день, поэтому, говорит, пропустить сегодняшний праздник не могла. Очень хочется, чтобы эти детки, которые сегодня здесь прыгали, это старт прошлого и будущего, поэтому праздник супер. Разминка супер, настроение бомба. Сразу после разминки звездные спортсмены выходят на пробежку. Их дистанция 400 метров. Молодые девушки. 57 секунд сейчас выбежим. Так я же говорю, что молодые девушки. Облыски побег, зерковый забег. Бегут не на результат, а в удовольствие, говорят спортсмены со стажем. Анастасия Коженкова, олимпийская чемпионка по академической гребле. В составе команды завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. Уверена, профессионально заниматься спортом может не каждый. А вот вести активный образ жизни под силу всем. Играли, прыгали в высоту и длину, метали диски. Различные спортивные локации одновременно работали по всему стадиону. Для поддерживания формы, для своего здоровья. Маша, давай, давай! Такие традиции должны продолжаться, должны действовать, должны работать. Это для нас и для народа. Хороших спортивных баз для проведения тренировок в последнее время в Украине стало намного больше, отмечают сами спортсмены, как и желающих вести здоровый, активный образ жизни. Наталья Ягусок, Владимир Штенгелов, Новости Украины. Ну что, сразу после окончания выпуска все на пробежку. Если вы пропустили выпуск в прямом эфире, не переживайте. Буквально через несколько минут он станет доступен на нашем YouTube-канале. Адреса прямо сейчас появляются на ваших экранах. Берегите себя, свой дом, Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова